Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу при участии Росгвардии задержали обвиняемых в хищении денежных средств граждан под предлогом трудоустройства. Предварительно установлено, что на различных интернет-площадках сообщники размещали объявления о трудоустройстве в их компанию, которая якобы специализировалась на продажах систем для очистки воды. Когда соискатели вакансии приезжали на собеседование в офисы, которые располагались на 1-й Дубровской улице и Волгоградском проспекте, злоумышленники предлагали им приобрести дистрибьюторские пакеты стоимостью от 60 до 400 тысяч рублей. Если у гражданина не было денег, ему предлагали оформить кредит. Кандидаты должны были пройти онлайн-обучение, а затем реализовать несколько фильтров для очистки воды. Только выполнив эти условия, они могли заключить трудовой договор и получить клиентскую базу для дальнейшей работы. Те, кто попался на удочку аферистов и выполнил все их требования, вскоре убеждались, что деятельность компании сводилась к привлечению таких же, как они, менеджеров по продажам и получению от них денежных средств за дистрибьюторские пакеты. В настоящее время установлено свыше 100 потерпевших, большая часть из которых студенты, не имеющие постоянного заработка. Следственными органами московской полиции возбуждено 28 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которые соединены в одно производство. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве полицейские задержали персонал компании 12 мужчин и девятерых женщин. В ходе обысков на территории Московского региона в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Всем фигурантам предъявлено обвинение. Трое соучастников заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова